Девушки отдыхают Итак, многих из вас интересует вопрос Где видео новые? Отвечаю Не все мои видео выходят именно на моем канале Иногда я продаюсь варгеймингу И тогда мои видео выходят на канале Вот фан Кстати, на этой неделе вышло два таких видео Ссылки я прям вот в аннотации запихаю здесь Хорошо, переходите, смотрите Открывайте, можете на паузу поставить Видео годные, но они очень добрые Почему добрые? Потому что аудитория игры 12+. Вы знаете, что когда Дрю делает видео Для официальной группы или для канала Вот фан, оно сука доброе Там много добра, такой большой шмат Но я стараюсь Я стараюсь, даже если делаю видео добрым Без мата Я стараюсь сделать его максимально качественно И энергично Итак, 121-й, переходим к делу Уэн у него нет, это все уже знают Броня у него немножко есть Средний танк с небольшим количеством брони Броня очень напоминает Т-54 Однако углы наклона немножечко похожи Все-таки, ну вот Он еще длиннее, чем Т-54 Да и в принципе он вообще плохой Был бы, если бы не одно но У него самая высокая альфа среди всех средних танков И поэтому, если вы любите большие елды Этот танк как нельзя лучше вам подойдет 122 миллиметра безделочка Не 105, как у детей всяких там А 122 миллиметра Бревнище Кидает на 440 Ну вы можете посмотреть, какая перезарядка У меня стоит и вентилятор, и досылатель И боевое братство там стоит И отчаянный там стоит И чай у него там стоит В общем, все стоит И у самого заряжающего тоже все стоит, что можно Можете посмотреть на время перезарядки Итак, что мы делаем на 121-м Мы взаимодействуем с Маусом Почему? Потому что можем Потому что Стасик Будь он не ладен, мать его Любитель фрицев, похожий на Кристофа Вальца Решил взять Мауса Я говорю, Стасик, ты что, дурак? Он говорит, хочу и все Вот так вот Ну и все Вот в принципе и вся его аргументация мать его Я такой, ну ладно, хорошо Вот ты берешь Мауса А я беру и начинаю съедать Т-57 Хэви Вот здесь я, конечно, немножко себе переоцениваю Но я люблю играть агрессивно Вот сейчас меня пробили единственный раз Единственный раз я имею в виду с барабана Это более чем достойно И сейчас я буду разбирать этот ватный тяжелый танк Прямо в башню Ну как буду разбирать? Сначала я добьюсь того, чтобы эта скотина хотя бы начала пробиваться Пробейся Пожа... Ой, пожалуйста Пожалуйста Давайте попробуем помолиться кому-нибудь из богов Перун, помоги мне пробить эту тварь Перун существует Вы только что увидели доказательства Громовержец, спасибо большое Славянский пантеон не подводит, пацаны Гарантирую Продолжаю разбирать Т-57 Хэви Конечно, иногда он мне все-таки попадает с пробитием Это плохо, это печально и негативно сказывается на моем настроении Я хочу покарать эту сучку И мне это удается, что характерно Прячусь за трупом, играю агрессивно Башня у 121-го, как у Т-62, каменная 240 миллиметров У нее еще и форма такая, что клизму позавидует Значит, что? Значит, хрен, а не пробитие Тем более, что голду у ПТ понерфили Теперь даже с голдой пробить эту башню для них затруднительно Ну, однако, все равно иногда пробивают Поэтому ПТ побаивайтесь Но СТ-шки и тяжи Просто выезжайте через башню, танкуйте, все нормально Кого можно вытанковать с помощью ВЛД и НЛД? Только восьмерок и светляков Остальных вы не впечатлите Девяток можно вытанковать Только СТ-шек, у которых низкое пробитие Например, олигафрера на Т-54, который ездит на бронебойных Чтобы потом пацаны с района уважали Вот такие парни, это наши клиенты Танкуйте, как на обычном тяжелом танке В остальном танкование ромбом здесь имеет небольшой смысл Однако бор здесь, ну, скажем так Попадание 150 в мм перделочки не выдержит Но то, что поменьше калибром, спокойно примет Проглотит и плюнет в ответ Ну, Мао Цзэдун лично придумал этот танк Вот, он сказал, у меня должен быть танк Который не склоняет головы Который стреляет мощнее всех там Американских, русских танков И Мао Цзэдуну сделали по его заказу 121 К сожалению, все 121 были уничтожены во время ядерных испытаний По официальной версии Но, по-моему, ядерное оружие пытались применить для того Чтобы уничтожить эту штуку, чтобы она не попала в чужие руки Потому что этот артефакт не в ебической силе Ну, просто классный танк Минус только один от ОВН Ну, еще, пожалуй, точность и сведение Они здесь ничего такие Стабилизация ничего такая Но, вот знаете, далеко не фонтан Далеко не фонтан Это не сокровище, за которым будет Индиана Джонс гоняться на протяжении трех серий Вот этого омерзительного сериала про молодого Индиана Джонса Вот Нет, нет, не сокровище Но ничего так пойдет, поверьте Пойдет лучше, чем большинство танков И сейчас самая интересная часть нашего боя Мы начинаем взаимодействие с Маусом Игл Борщ, Стасик приехал на Маусе прямо на мать его штаны Я его об этом не просил, а он приехал И я говорю ему за это спасибо Благодарствую, Стасик И начинаю прячься за его жирной бронированной тушей Черт, как же мне нравится называть танки жирными Я сразу чувствую себя атлетом Начинаю карать противников Каким образом? Как мы все знаем, у Мауса вместо орудия стоит что? Что у него стоит вместо орудия? Правильно, метла Нимбус 2000 Которая не может наносить урон У нас стоит посох Гендальфа Который нам достался в наследство от ВЗ-120 Что мы делаем посохом Гендальфа? Мы нажимаем левую кнопку И превращаем танки в дерьмо Вот посмотрите, я просто делаю грязь Откатился, спрятался Маус вытанковал Естественно, многие из вас У кого есть глаза и тактическое мышление Уже поняли, что противникам Надо было на нас просто выехать И нас задавить, скушать нас Однако, во-первых, нас прикрывали снизу И во-вторых, мы, черт побери Никого не боимся Если нужно, мы будем ужинать в аду Продолжается бой Продолжается тяжелая схватка Маус принимает урон К сожалению, я не могу помочь Стасику в такой ситуации Потому что за ним спрятаться нельзя сейчас Вот Пытаюсь пробить противников Танки довольно бронированные Здесь Маус, там СТ-1 С-4 Достаточно бронированный Миско Прошу заметить, я стреляю бронебойными Кто там кукарекал, что только на голде может Иди сюда Иди сюда, иди сюда Мне для тебя приготовлена струя урины Продолжаем разбирать танки Вот Вот она, вот она С-4 С-4 Даблкил Это именно то, для чего создан 121 Воздадим славу Мау Цзэдуну Китайскому диктатору Спасибо, Мау За изобретение такой замечательной машины Спускаемся вниз Остается Маус И сейчас вы поймете, насколько Маус дерьмовый танк Вот я на 121 Единственное, что у меня есть Это альфа Ну, пожалуй, еще немножко броня И посмотрите, что я сейчас буду с ним делать Ну, мне просто надоело получить плюхи Я заряжаю фугас Для чего я заряжаю фугас? Я ожидаю, что там меня поджидает вафля Честно Я думал, сейчас она на меня выйдет И будет меня плевать своими балланками Раз в две секунды Но нет, ее не оказалось Я заряжаю голду Ах, друг, статист, только на голде и можешь? Да, только на голде и могу И смотрите, в НЛД В НЛД фашисту кинул и радуюсь Кстати, солнышко, которое сквозь дым просматривается Выглядит очень красиво Посмотрите Посмотрите на это Черт, какая же эта сцена классная Прямо как в Крузисе Молодцы, говорят, батя Отлично сделали В общем, продолжаю я ПКД накидывать Маусу в НЛД И внезапно оказывается, что за весь бой Я нанес довольно существенное количество урона Вот, естественно, хочу я добить Мауса и Вафлю Вот, получится ли у меня это Прошу заметить, что мой друг Стасик Ивелборич пытается пробить Мауса Но так как у него Нимбус 2000, он не может это уже сделать Вот, не может Нимбус пробить вражеское НЛД Ну, я заканчиваю с Маусом Давай, фашист Назад в ангар И остается Вафля Для нее заряжал фугас Я думал, что у нее много ХП А у нее мало ХП Стас ее опять не пробивает Опять Нимбус обосрался Я ликвидирую последнего противника Я молодец Спасибо Стасику, что принял большую часть урона Что мы сегодня наблюдали Во-первых, мы посмотрели, как играется на 121 Без УВНов надо очень аккуратно выбирать местность На которой вы будете стоять, когда будете стрелять Учитывать все мягчайшие кочечки В остальном, это вполне обычный средний танк Типа Т-54 Динамика у него довольно посредственная Однако неплохая Но в тандеме с Маусом, который принимает за вас урон Любой ДПМный или дамажащий танк Превращается просто в зверя Попробуйте Наконец-то в кои-то веки мы нашли применение Маусу Однако на некоторых картах, типа Редшера Ваша тактика все равно соснет огромный болт Ну что ж, с вами сегодня был Дрю Ставим лайк, если вам понравилось Подписываемся на мой канал обязательно Подписываемся на группу ВКонтакте Там уникальный контент есть Видео на Вотфан мы и смотрим обязательно На канал Вотфан тоже подпишитесь Там периодически выходят мои видео И видео других гаэдодилов Собственно все Комментируем Всем вам удачи Всех вас люблю До встречи И пока, ребятки Субтитры сделал DimaTorzok